С начала вторжения, глубоко под зданием правительства в Киеве, Зеленский дышал затхлым воздухом бункера, построенного в советское время и с тех пор практически не использовавшегося. Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов изложил президенту ситуацию. «Есть одна простая проблема. Практически все наши союзники говорят, что нам придется очень тяжело. У нас практически нет шансов на успех», — сказал ему Данилов. «Первые несколько дней они не будут нам активно помогать. Только посмотрят, как мы справляемся с защитой страны», — продолжил он. «Вероятно, они не хотят, чтобы внушительное количество вооружений попало в руки россиян». Данилов также предостерег Зеленского лично. Он располагал достоверной информацией о том, что русские составили план по его убийству или захвату в плен. По крайней мере, Зеленскому следовало убедиться, что все вооруженные люди непосредственно рядом с ним ему хорошо знакомы и верны. «Зеленский должен был решить сам, станет ли он эвакуироваться», — добавил Данилов. «Чтобы принять это решение, вам нужно заглянуть глубоко внутрь», — сказал Данилов президенту. «Не дав, однако, совета поступить так или иначе. Ставки слишком высоки». Остальные призывали Зеленского уехать. По словам Алексея Арестовича, военного советника, лидера Украины, служба охраны президента рекомендовала ему переместиться в безопасное место за пределами столицы, а затем, возможно, перебраться на запад Украины. Как утверждает Арестович, также посоветовавший Зеленскому покинуть Киев, охранники говорили, «Ваш кабинет станет мишенью, по нему будут выпускать ракеты, его будут атаковать диверсанты». Даже в бункере не было безопасно. Прошел слух, что они могут забаррикадировать двери и пустить внутрь газ, — рассказал Арестович. Из Москвы уже много лет исходили мрачные угрозы, но этот риск казался особенно извращенным. Российские подразделения приближались к Киеву с целью освободить Украину от так называемых нацистов, угрожая для этого жизни первого в истории страны президента-еврея. Причем и этого особенно опасались его советники с помощью ядовитого газа. У Кремля были основания полагать, что Зеленский уедет. Восьми годами ранее Виктор Янукович, президент Украины, поддерживаемый Москвой, сбежал в Россию после проевропейского восстания в Киеве. Поддерживаемый Соединенными Штатами президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны в 2021 году, когда талибы окружили Кабул. Российским лидером Зеленский, бывший комик 44 лет от роду, казался легковесом, который вполне мог стушеваться при виде танков. По прошествии нескольких дней Арестович пришел к убеждению, что украинская армия не сможет защитить столицу, о чем и сообщил президенту. Все, кто разбирался в военных вопросах, подходили к нему и говорили, «Мы не выдержим», — рассказал Арестович. В конце концов, Зеленский решил остаться. По воспоминаниям Арестовича он сказал, «Это последний раз, что я слышу об этом, я не хочу больше об этом слышать». Зеленский приказал Данилову перестать раздражать его постоянными предостережениями об угрозе его жизни и спросил главу Совета национальной безопасности и обороны, есть ли еще что-то, что он может сказать, что-то более важное. «Послушайте, я тоже живой человек, и как все, не хочу умирая», — сказал Зеленский. «Но я уверен, что если я даже задумаюсь о возможности эвакуироваться, то я уже буду все равно, что мертв». По его собственным словам, в первые часы и дни вторжения Зеленский жил с постоянным чувством острого напряжения. Его ладони потели прямо как в детстве, когда он сдавал экзамены. Он также рассказал, что Резникову, министру обороны, в итоге пришлось обратиться к терапевту, настолько он был физически-эмоционально измотан. К Зеленскому также обращались представители США и стран Европы с призывами сохранить целостность и влияние правительства. Некоторые даже предлагали свою помощь с эвакуацией из столицы. Его убеждали, что обезопасив себя самого, он сможет предотвратить возникновение вакуума власти. Он видел ситуацию совсем иначе. Если бы Зеленский сбежал, то, по сути, уступил бы центр власти Украины русским без боя, что привело бы к моментальному краху правительства. Что бы подумали украинские военнослужащие на передовой, если бы президент просто исчез? Зеленский также заявил, что его решение не имеет отношения к стремлению сохранить за собой должность президента. «Я не пытаюсь сохранить за собой власть», — сказал Зеленский, представителем стран Запада. «Если бы, покинув пост, я тем самым смог бы остановить кровопролитие, я бы сделал это без раздумий. Я бы ушел прямо сейчас. Не затем я пришел в политику, и я уйду, как только мне скажут, если это действительно поможет прекратить войну». Зеленский подозревал, что некоторые его иностранные собеседники просто хотели прекратить конфликт как можно скорее, даже если бы это означало фактическую капитуляцию его правительства в пользу России. «Среди всех, кто звонил мне, никто не верил, что мы выживем. Не потому, что они не верили в Украину, но из-за этой демонизации лидера Российской Федерации, его власти, его философии, афишируемой им мощи российской армии. Поэтому они думали так, при всем уважении к украинцам они не справятся, их прикончат в течение двух-трех, может быть, пяти дней, а затем все будет кончено». С самого начала главной задачей Зеленского стала организация помощи необходимой Украине для выживания не только со стороны украинцев, которые должны были сопротивляться, но и со стороны иностранных лидеров, которые должны были передать вооружение и поднять цены для России. Во время одного из видеозвонков с лидерами стран Европы он сказал, «Возможно, сейчас вы видите меня живым в последний раз». Он также добавил, «Украинские матери наблюдают за тем, как их дети умирают в погоне за европейскими ценностями». Это заставило нескольких европейских чиновников прослезиться. Призыв Зеленского был равной степени вдохновляющим и стыдящим. В разговоре с лидером отдельной страны он также взывал к ее населению, иногда он даже сообщал правительству горькую правду публично. Он призывал канцлера Германии Олафа Шольца снести эту стену, отсылая тем самым к призыву президента Рональда Рейгана уничтожить Берлинскую стену. И утверждал, Россия вновь старается разделить Европу. Он убеждал немецких политиков, что они должны сделать все, что было в их силах, чтобы после этой войны им не пришлось стыдиться самих себя. Ерма, глава администрации президента, рассказал, что в течение последующих недель он регулярно отправлял фотографии убитых украинских детей и уничтоженных украинских домов на мобильные телефоны чиновникам по всему свету, в том числе Джейку Салливану, советнику Белого дома по национальной безопасности, Карен Донфрид, помощница государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии и членом Конгресса США. «Признаюсь, это были страшные фото, лишившие меня самого сна», — сказал Ермак. «Вреди тех, кто получил их, 90% отреагировали, перезванивали мне и начали помогать еще активнее». Украинцы всех возрастов, никогда не державшие в руках пистолет, спешили получить оружие после того, как чиновники решили раздать его населению, чтобы поддержать потенциальных партизан. Украинские военные лидеры не одобрили это решение и позднее заявили, что оно стало причиной нескольких случаев огня по своим и помехой для работы вооруженных сил. Монастырский министр внутренних дел назвал это важным сдерживающим фактором не только для россиян, но и для потенциальных украинских перебежчиков. Он пояснил, что любой украинский мэр, например, подумывающий о том, чтобы предать свою страну, будет знать, что снаружи его ждут 20 вооруженных людей, и что он и его семья станут первыми. Явная решительность простых граждан показала, что Украину не получится силой оторвать от остальной Европы, — заявил Зеленский. «Для Российской Федерации мы были чем-то вроде аппендикса, который необходимо было удалить, но они кое-чего не поняли. Они считали нас аппендиксом, но мы оказались сердцем Европы», — сказал Зеленский. «И мы застали».